всем привет как всегда спасибо вам за то что вы здесь и сегодня ничего нового я не расскажу потому что я посмотрел ролик посвященный рок-опере jesus christ superstar и понял что я толком ничего в общем интересно вроде бы не сказал поскольку весь ролик был посвящен тому как я восхищаюсь этой музыкой насколько она прекрасна и какое впечатление она на меня оказала и продолжает оказывать я до сих пор люблю очень этот альбом и не могу сказать что слушаю его часто слушаю его редко потому что знаю его наизусть еще вот с такого вот возраста я же говорил что там классе в пятом шестом я услышал впервые но хочется сказать еще несколько слов все говорить можно бесконечно об этом альбоме многие видели фильм наверное jesus christ superstar мне этот фильм нравится сразу скажу в отличие от многих любителей версии вот этой с яном гиланом музыка там та же музыка прекрасная единственное что не те конечно певцы поют да в частности нет я на гилана что конечно обламывает несколько хотя все там хорошо а главное хороша концепция этой картины потому что представить себе другую версию какую-нибудь такое буквальное переложение библейской истории в кинематограф я честно говоря не могу честно говоря не могу я не вижу как это сделать и как бы это выглядело выглядело бы это ну либо смехотворно либо пошло либо грубо в общем ну не не вижу короче а решение фильма джискрейс уверстара но блестяще то есть это по сути студенческий хэппенинг когда на автобусе приезжают ну скажем так актеры независимого театра до естественные декорации в израиле и разыгрывают спектакль под названием джиза край суперстар разыграв его одни задумываются каждый внутри себя осознают что же они сыграли кем же они были кого они изображали что там на самом деле происходило до этого это не демонстрируется но это понятно по понятно из происходящего и потом они садятся в автобус разгримировываются садятся в автобус и уезжают значит к себе в свой театр или куда-то там это очень здорово это и современность и библейская история и подчеркивание того что эта история современно абсолютно и что историю случившуюся мы сами знаем а точнее не очень знаем когда с иисусом христом она применима и приложима к каждому из нас каждому человеку потому что каждый сталкивается и с предательством и с поисками смысла жизни и с решением вопроса что такое хорошо что такое плохо и как надо вообще жить и как надо любить ближних или не любить и что лучше ненависть или любовь и все так или иначе этим озадачиваются в разных формах в разное время по разным поводам но без этого никто я просто знаю это и я верю в это никто без этого жизнь не проживает это вечные вопросы которые каждый либо решает либо откладывает на полочка но все равно они у него в голове есть и вот это параллель с историей современностью фильме она очень мне нравится мне кажется это идеальное решение для такой для такой картины хотя это все шоу-бизнес дуализм до диалектика шоу-бизнес шоу-бизнес нам дал очень много хорошего все что мы слушаем все что мы любим это по большому счету шоу-бизнес он одновременно и грязные и подонские и поганые и омерзительные а с другой стороны из него вырастают прекрасные цветы и рассыпаются замечательные сверкающие алмазы которые мы с вами и сгреваем в кучу и наслаждаемся их блеском и ароматом в смысле цветов не алмаза да вот джаза скрай и суперстар один из этих бриллиантов конечно и фильм и для меня безусловно этот альбом который вышел в 70 я опять забыл 70 или 71 году по моему 70 но я точно помню что мир и хэд который поет арии иуда из криота да он же пришел сюда из мюзикла хэ волосы то бишь мюзикл был поставлен в 1967 году мюзикл я не видел между прочим я видел только художественный фильм который снял милош форман х очень хорошее кино я всем рекомендую посмотреть с тем кто не видел прекрасная история очень хорошо снято все и очень много хорошей музыки в основном конечно в основном очень много отличной музыки прекрасный так вот мир и хэд иуда пришел к нам оттуда короля ирода поет майк де аба конечно знаете этого прекрасного вокалиста майк де аба это певец который пел в группе manfred man band manfred man's band 1 альбом и manfred man's band там пел да аба очень хорошо но он крутой что выговорить тут тут нечего про виктора бокса игре в первом ролике каяф он поет здесь эта группа следом бар ритолейшин ритолейшин блюзман виктор брокс в следом баром тоже поет не некоторые песни не все но некоторые и очень хороший человек кроме того здесь ну основная группа брус брус роланд ударный аллен спендер бас-гитара хенри маккалок гитары всякие разные нейл хаббард гитары питер робинсон фортепиано и всякие клавишные инструменты орган электрическое пиано крис мерсер саксофон известный человек да и кроме того здесь играют такие люди замечательные как крис спэддинг на гитаре помимо еще тут больше двадцати артистов занятых это помимо оркестра больше 20 арки артистов заняты с электрическими инструментами роковыми разными да и плюс еще большой оркестр так вот среди этих музыкантов которые заняты с электрическими инструментами карл дженкинс и джон маршалл группа софт машин все помним принимают здесь участие также принимает участие гитарист который зовут стив воган стив воин я не знаю тот ли это стив воин или не тот ли это стив воин до сих пор вот мне уже столько лет я до сих пор не выяснил как тот ли это стив воин стиви рэй который или нет я не уверен что может быть очень может быть все бывает вся жизнь состоит из чудес про музыку я уже говорил в первом ролике кроме восторгов каких-то таких вот брыжущих у меня нет никаких у меня никаких претензий нет к этой музыке если кому-то интересно у меня бывают претензии хотя теплосинки которые есть у меня дома у меня как правило претензий никаких не вызывают я их просто не покупаю если есть какие-то если что-то мне не нравится здесь такой калейдоскоп стилей калейдоскоп эмоций разнообразных выраженных музыки что я не понимаю даже то как это все сложилось в единое целое фокстрот который там царь ирод поет чудесно чудесный госпол и рок и джазовые истории и авангардные какие-то штучки музыкальные но там карл дженкинс с джоном маршалом явно постарались крис пэддинг на гитаре то есть и рок и опера чистая и мюзикл и все 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 это вместе все и и соул там и баллада прекрасная с двумя акустическими гитарами которые поет понти пилат актер изображающий понтия пилат и настолько это просто все в одном флаконе весь рок семидесятых тебе в одном флаконе здесь подан и при этом еще история джезус край суперстар и почему она вызывает вызывалась сейчас уже не вызывает сейчас другие вещи вызывают споры и негатив почему так не прицепились вообще потому что она запараллелена она вроде бы как об иисусе христе а библейском персонажи да а с другой стороны она так намекает на шоу-бизнес она так просто сколько крениться в сторону истории суперзвезды шоу-бизнеса его взлет и падение соответственно и иуда же в первой арии поет что все твои последователи слепы и подумай о том что ты делаешь в кого ты превращаешься кем ты стал ты ведешь за собой толпу да а толпа соответственно сплошные слепцы которые не понимают куда они идут кого они превозносят и что что с ними произойдет дальше и все это в сторону шубе вот рождение суперзвезды шоу-бизнеса да такое здесь все это четко прочитывается все есть даже фразы есть у ирода там еще у кого-то что гастроли тут был на гастролях этот самый иоанн креститель значит тоже там толпы собирала теперь вот этот появился естественно это вызвало негодование страшное среди священнослужителей но не всех как я уже говорил в первом ролике очень быстро в общем разобрались с этим делом и опера скорее стала вызывать положительные эмоции у священнослужителей нежели отрицательные во всяком случае как я уже говорил и православная церковь русская ничего против не имеет этой штуки и в свое время папа римский тоже одобрил это произведение так что и католицизм и православие здесь сошлись скажем так если не в прямое одобрение этой истории то в нейтральную позицию что мы против ничего не имеем вот при этом вот этот кремп в историю суперзвезды он конечно очень интересен очень интересен и полезен для всех тех кто мечтает стать суперзвездой шоу-бизнеса послушайте эту штуку подумайте что происходит и что может произойти и и персонаж иуды здесь совершенно неоднозначен конечно потому что это опять таки выбор это и этот выбор может стать перед каждым человеком перед каждым из нас и в смысле политических предпочтений и в смысле бытовых историй и в смысле любовных отношений то есть выбор когда предательство которое является последним делом вообще не хорошим да все с этим согласятся может обернуться спасением ну в данном случае народа иудейского как как построена здесь эта история потому что иуда как бы предотвращает истребление римлянами граждан иудеи как бы я не я не я настаиваю на этом опять таки здесь здесь есть такой момент такой такая линия она присутствует в оправдании себя иудой и вот эта штука очень тяжел то есть это очень тяжелый выбор который стоит перед каждым человеком стать иудой мотивируя свое предательство высшими целями да или не знаю там погибнуть пойти вслед за иисусом да испытать тяготы лишения боль мучительную смерть но не повестись на эти вот высшие цели какие-то да а остаться верным своим принципам вот такая что не знаю внятно ли я изложил свое свои впечатления от этого произведения но впечатление впечатлениями а главное ведь музыка и музыка здесь говорит гораздо больше чем говорит текст гораздо хотя текст вполне почему он не вызвал противостояния агрессивного у священнослужителей потому что ничего такого такого какого здесь нет это в общем достаточно подробно и понятно изложение библейской истории практически как было все такие вот добавки от себя они настолько мелкие настолько малозначимы они ну не знаю это просто это ведь таки параллель с современностью и это только в плюс на самом деле потому что но для людей не знакомых с библией да и незнакомых с этой историей лучше запараллелить ее современностью чтобы было понятно чтобы заинтересоваться и погрузиться дальше туда но штука прекрасная и музыка здесь я еще раз повторю она значит гораздо больше чем слова пение мелодии голоса инструменты партии музыка гармонии песни инструментальные куски все на высшем уровне на высочайшем уровне вот так вот пошел пить пока